я просто все ну что мои хорошие всем привет как и обещала хочу снять для вас отдельное видео как я буду укладывать линолеум сама не знаю что это будет прошлое видео прошлой комнаты я не сняла хотя там просто я переворачивала с изнанки на лицо вы знаете да с лица на изнанку и плюс он там еще на 80 сантиметров был шире чем комната моя это было очень сложно я его сначала так раскатала потом переворачивала появились некоторые заломы но я сейчас жалею что я не сняла это видео поэтому в этой комнате вот этот тоже у меня видите 4 на 4 сама комната у меня меньше сантиметров на 20 с одной и с другой стороны сейчас я буду думать как его раскатывать что с ним делать и хочу чтобы вы были свидетелями того как я буду мучиться для начала я снимаю всю эту пленку подмела полики да в принципе здесь никаких у нас нету чего-то крупного чтобы мешало потом вот в принципе можно стелить сначала снимаю пленку включу свет чтобы было светлее а сначала нам понадобиться вот такой ножки в таком месте да ладно Так, разрываю я это все пока штурмами. Ну вы поняли, да, что сама проблема, на самом деле, в том, что он шире квартиры. То есть если бы он был тык-притык, я бы не снимала, потому что тут нечего делать. Взяла, расстыдала и все. Но я снимаю, потому что он шире. А это уже проблема для меня. Для вот такой вот парень, для крупкой девочки. Вы вообще, когда будете брать, я вам так рекомендую, обязательно следите, чтобы вам линолеум заворачивали. Весь вот так. Там профессионалы сделают это быстро. Никогда не соглашайтесь, чтобы вам лицом наверх, не как здесь, да, а лицом наверх линолеум привозили. Сразу же там скажите, чтобы захудили, лицом будет. Мало того, что это при перевозе, при поднятии тоже, извините, по лестнице, не тащили его. Он там мог поцарапаться по дороге. Ребята, очень эдуально его тащили. Ну и плюс надо будет переворачивать его будем. Точная жизнь. Пересчитаем пакет убираем. Теперь я сейчас вам покажу, что он на самом деле длиннее. видите во первых здесь не надо будет кусочек обрезать надо еще померить реально ну да мне нормально везде я кладу вот видите картинка не идут полоски вот так вот то есть во всех комнатах я полоски идут вот так вот здесь они будут вот так идти вот здесь они идут вот так видите и тут тоже они будут вот так идти вот прям тут у меня идеально ну короче вот поэтому все верно я его положила теперь 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 мне нужно оставить зазор туда начинать раскатывать его здесь удобно что есть проход да насколько он длиннее виде раскатать его короче зазор в общем оставить там обрезать вот эти вот углы положить его туда аккуратненько дальше потихоньку раскатывать там должно быть все в стык а здесь буду просто обрезать ага нифига как я буду просто обрезать у меня же он не пойдет он не пойдет у меня дальше вот это сейчас надо подумать я же не могу рулон вот так вот обрезать толстый я буду вот там обрезать ай и тогда я его буду вот здесь о точно я буду здесь обрезать вот здесь я его буду закатывать и подтягивать а тут раскатывать короче я его сейчас весь на вот этом вот кусочки буду обрабатывать только главное померить ширину как следует чтобы концу когда его так вот приду у меня вообще тут складывалось все короче я все меряю теперь 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 меряем с другой стороны 368 все одинаково режем я пока меряю уже устала так купим кофе думаю это будет попроще чем тот кофе мое спасение кстати я неоднократно спрашивают почему я выбрала линолеум вместо ламината на самом деле за те деньги за которые я купила ну в среднем считаю 500 рублей квадратный метр даже не 500 стоимость моего линолеума на самом деле 600 рублей квадратный метр просто я его взяла со скидки в магазин менял ассортимент мне сделали такую небольшую скидку вообще 600 рублей квадратный метр его стоит и 600 рублей квадратный метр линолеум если сравнить и сравнить 600 рублей квадратный метр ламината то линолеум можно взять хороший классный который прослужит очень долго толстый и который не боится воды понимаете а ламинат за 600 рублей это будет говно ламинат который боится воды и который прослужит очень долго особенно если вы с ребенком который постоянно все разливает а если он еще маленький то писается нет нет да и а я решила купила 35 тысяч на всю квартиру везде пусть лежит если что-то испортится взяла заменила даже если решила постелить где-нибудь вдруг плитку или керамогранит взяла и заменила поэтому если за 600 рублей делать выбор то конечно это линолеум я его люблю тем более линолеум мне он нравится больше по своей стойкости и проще выкладки пришел и сделала да кстати отдельно решила вам сказать по поводу того почему же все таки линолеум я дала предпочтение ему нежели ламинату во первых с ламинатом я уже имела дело с недорогим недорогой ламинат это до ну там 600 700 мне кажется это недорогой ламинат вот то есть до 1000 рублей это все недорогой ламинат у меня здесь в квартире съемной недорогой ламинат и я здесь прожив год в принципе вижу как он себя ведет и мне не нравится то что происходит это первое почему я дала линолеум второе это естественно цена третье это укладка четвертое это боязнь воды кстати я сначала сделала свой выбор я сделала я купила хороший линолеум и уже после того как я сделала свой выбор буквально недавно я посмотрела видео о том плюсы и минусы линолеума и ламината просто зашла в интернет и смотрела ролик там по 20 показателям сравнивают линолеум и ламинат и узнала что вообще ну как бы я правильно сделала выбор линолеум он еще и более гигиеничный например у него есть сертификаты которые разрешают их стелить в медицинских учреждениях и так далее так далее а в ламинате например на стыках могут забиваться бактерии которые тоже не очень благоприятно сказываются в общем очень очень много моментов по износу стойкости они одинаково но это если сравнивать хороший линолеум и хороший ламинат и в общем есть все свои нюансы все свои нюансы я вам под видео оставлю ссылку на этот ролик посмотрите может быть кому-то будет полезно если вы еще не сделали свой выбор так теперь я его впритык кладу на все это лежит как-то неровно надо чуть-чуть вот здесь вот притянуть вот так вот чтоб ровненько овлек да? прям вообще вот так вот так ровно-ровно тут лежит вот так короче сложно и снимать и все это делать ладно мы берем приготовила нож приготовила нож теперь я беру вымираю вот этот кусочек так вот этот кусочек у меня надеюсь только косяка не напарю так 12 12 да? даже не 12 а 11 с половиной делаем надсечку сделали видно видно вам не видно хрен его знает 23 с половиной вот вот так вот мы его обрезаем ура вырезали кусочек так теперь бы нам надо его впритык вообще туда засунуть но пока мы этого делать не будем потому что нам нужно начинать сворачивать потихоньку сейчас той стороны тоже еще обрежем для этого нам нужно проем вот этот весь померить сейчас мне уже болит спина одно равно что кофе в тёмной даже горячая кофе otti в в в в в в в в Как же это неудобно. Вот здесь вот я не могу впритык его поставить, потому что здесь вот тут эта херня мешает. Видите, надо чуть-чуть впритык туда оставить. И, короче, вот там же озор получается, потому что я начинаю двигать. Ну вот это херня, все, у меня тут двинуть надо немножко. Ладно, короче, сейчас я обрежу вот этот кусочек с захватом на вход, естественно. Вот так обрежу его. И все, потом этот кусочек загну, и тогда уже смогу, наверное, вертеть его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 по идее вот это нам уже не нужно Музыка Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Не хочет, но надо. Еще. Я его раскатываю до конца. Видите, он же длиннее еще. Вообще, его надо было больше точно, его надо туда больше затянуть, пока здесь оно не встанет. Лады. Сильно натянуло, видите, нужно натянуть сюда теперь чуть-чуть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Он тяжелый еще, понимаете? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Все. Так, здесь у нас большой узор получился, но мы сейчас подтянем оттуда. Есть у нас место, видите, здесь немножко криво опять, наверное, стена кривая, поэтому сейчас мы будем оттуда все подтягивать. здесь у нас все ровненько, ровненько, ровненько. Здесь мы сейчас обрежем, обрежем, и здесь тоже обрежем, чтобы было куда растягиваться. Тут у нас вот выходит сюда. О, МАЙ ГАД! Я просто вся мокрая. Так, ну что, обрезаем вот этот вот зазор. Я его вот так вот прям прижимаю вот так плотненько и прям режу, держу нож на 45 градусов. Здесь у нас все нормально, в принципе. Эти не страшные зазоры, потому что здесь все равно будет дров. Все, здесь нормально. Даже вот этот зазор, на самом деле, не страшный, потому что здесь у меня планируется быть стенка. Ну, а если не стенка, то плинтус это все, в принципе, закрывает. Так, обрезаем вот этот вот кусок. Вот так вот. Ну, вот так вот. Лишка долбанула только. Музыка 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 Может у меня уже вообще затупился нож? Я поверяю, поменяю лезвие. Поменяла лезвие. Сейчас должно пойти все еще легче. Ну да, а что же я такое мучилась вообще? этот с первого раза режу все. Ну, вообще я Марфа. Стена неровная, поэтому надо все время проверять. Даже по одной линии не пойдешь. Потому что стена может уходить куда-то. Ну что, как всегда, села у меня батарейка. Вот здесь, кстати, вообще острым ножом вообще легче всего вот здесь было и вот здесь вот обрезать. Все, я сделала это. Здесь ничего не обрезала, здесь выровняла по стене. Ну, вот этот кусочек только. Здесь стена чуть-чуть неровненькая. Но она все скроется. И вот здесь все тоже отлично. Все, мы это сделали. Вторая комната тоже готова. Вот она у меня. Теперь он будет отлеживаться. Мне, кстати, еще девочка посоветовала. Говорит, если хочешь чтобы быстрее, еще быстрее раз полз, отлежался, то нужно помыть его теплой водой. Вот. Кстати, хорошая идея. Ну, так как у меня швабры нет здесь, а я бы здесь шваброй обе комнаты прошлась, я ее возьму из дома тогда, шваброй эту. Притащу сюда и тогда помою теплой водой. Ну, может быть, завтра. Вот. Все, я устала безумно. Сейчас у меня, кстати, спа-запись. Массаж, пилинг. Сейчас я пойду и просто там буду откисать, отходить от этих двух комнат. Но главное, что они готовы. И пару дней сейчас отлежится. Как раз будут идти работы здесь. Сегодня не пришел... Сегодня не пришел штукатурщик. Плиточник там два в одном у нас, да? Что-то плох устало у него с желудком. Поэтому он завтра начнет все это делать. И как раз пока все это будет отлеживаться, он закончит грязную работу через 4-5 дней. И как раз все это время будет отлеживаться мои линолеумы. И потом начну заносить пищ. Вот. В общем, вот так вот я кладу линолеум. Прежде чем, естественно, его класть и что-то отмерять, я посмотрела тысячу роликов на ютубе. Как вообще его ложить надо? Клеить его или не клеить? Тоже отдельный вопрос. Клеить я пока не буду. Вообще не собираюсь клеить, потому что можно испортить на самом деле внизу пол. Вот. А так как это... Я такая человек переменчивая, я не знаю, что это будет у меня потом. Поэтому сейчас будет линолеум. Линолеум я взяла не дешевый. Я взяла хороший полукоммерческий линолеум с цветом моим идеальным, которым я хотела. Вот. Все. Линолеумы будут аж потом, когда я буду там мебелью все заставлять, чтобы понимать, где мне плинтуса покупать. Где они видны, а где нет. И какие плинтуса и как мы будем крепить, это тоже я еще покажу, потому что не знаю, какие. Розетки поменяю. Вот эти вот розеточки все. Кстати, хотела вам сказать момент, ладно, с линолеумом. Чуть-чуть еще совет. Смотрите, вот здесь вот я розетки клеила, я заклеивала их малярной лентой. Да, малярную ленту сняла. Смотрите, какие вот моменты. Видите, сверху и снизу. Надо очень-очень аккуратно снимать. Либо, вообще-то, водоэмульсионка, и потом можно легко стереть ее с розетки. Вот в другой комнате я не закрывала ничего. И там намного все аккуратнее. А здесь везде почти вот такие вот, ну, как бы, сколы. Вот. Ну, розетки мы будем менять. Мне уже купили какие-то розетки там интересные, хорошие, двойные. Вот. Двойные, потому что розеток мне нужно много. И потом поменяем, покажу. В общем, все, линолеум отлеживается. Я счастлива. На этом уже нет никаких заломов. Спина болит, руки болят. Очень много энергии потратили. Неудивительно, что я все время хочу кушать после того, как отсюда прихожу. В общем, я счастлива. Комната кажется достаточно большой. Я иногда прихожу домой и мне кажется, блин, та маленькая, та маленькая. На самом деле, нормальную комнату по периметру поставлю так вот в вешалке. Все, разложу здесь. Жду не дождусь, когда въеду. Ладно, если будут вопросы, задавайте. Если будут советы, советуйте в комментариях. Мне все это очень интересно, полезно. Вот. Надеюсь, это видео вам будет полезно. Если хотите, я буду в дальнейшем тоже снимать какие-то отдельные видео такие тематические именно в этом стиле линолеум или то же самое на самом деле надо было крашу стены, всякие лайфхаки, плюсы, минусы, вот все моменты, да? Вот. Ну ладно. Вот ванна, туалет будет у меня в одном стиле дизайн хочу сделать. Вам покажу уже, как мы сделали, почему, что выбирала. Это тоже отдельно хочу видео сделать. Вот. Потом уже, когда переедем, разложу все вещи, тоже вам покажу, как мы въехали, в какую въехали, в какой квартире новоселье будем заправлять. Вот такие отдельные точечные моменты, чтобы можно было, ну, посмотреть, да, когда вам нужно, например, переезд, как я въезжала, во что я вообще въехала, да? Или там минимальный ремонт, на который я сделала квартиру, да, там, или еще что-то решили сделать, короче, точечные. Вот так вот я заложу линолеум, и так я буду класть его во все другие комнаты, просто это будет отдельное видео, чтобы вы посмотрели, как я это делаю самостоятельно, а другие, это во влогах все можно увидеть. Поеду в спа, это то, что мне нужно сейчас. Все, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok